Я волшебник В некотором царстве, далеком государстве, жил-был царь с царицей, у них был сын Иван-царевич, сроду немой. Было ему лет двенадцать, и пошел он раз в конюшню к любимому своему конюху. Конюх этот сказывал ему всегда сказки, и теперь Иван-царевич пришел послушать от него сказочки. Да не то услышал. Иван-царевич, сказал конюх, у твоей матери скоро родится дочь, а тебе сестра. Будет она страшная ведьма, съест и отца, и мать, и всех подначальных людей. Так ступай, попроси у отца, что не есть наилучшего коня, будто покататься, и поезжай отсюда, куда глаза глядят, коли хочешь от беды избавиться. Иван-царевич прибежал к отцу и сроду впервой заговорил с ним. Царь так этому возрадовался, что не стал и спрашивать, зачем ему добрый конь надобен. Тотчас приказал, что не есть наилучшего коня из своих табунов оседлать для царевича. Долго-долго он ехал, наезжает на двух старых швей и просит, чтобы они взяли его с собой жить. Старухи сказали, мы бы рады тебя взять, Иван-царевич, да нам уж немного жить. Вот доломаем сундук иголок, да и зашьем сундук ниток, тотчас и смерть придет. Иван-царевич заплакал и поехал дальше. Долго-долго ехал, подъезжает к вертодубу и просит, прими меня к себе. Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне жить остается немного. Вот как повыдерну все эти дубы с кореньями, тотчас и смерть моя. Пуще прежнего заплакал царевич и поехал все дальше да дальше. Подъезжает к вертогору, стал его просить, а он в ответ. Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне самому жить немного. Видишь, поставлен я горы ворочать, как справлюсь с этими последними, тут и смерть моя. Залился Иван-царевич горькими слезами и поехал еще дальше. Долго-долго ехал, приезжает наконец к солнцевой сестрице. Она его приняла к себе, кормила, поила, как за родным сыном ходила. Хорошо бы жить царевичу, а все нет-нет, да и сгрустнется, захочется узнать, что в родном дому деется. Взойдет, бывало, на высокую гору, посмотрит на свой дворец и видит, что все съедено, только стены остались. Вздохнет и заплачет. Раз этак посмотрел, да поплакал, воротился. А солнцева сестра спрашивает, от чего ты, Иван-царевич, нонче заплаканный? Он говорит, ветром глаза надуло. В другой раз опять тоже. Солнцева сестра взяла, да и запретила ветру дуть. И в третий раз воротился Иван-царевич заплаканный. Да уж делать нечего, пришлось во всем признаться. И стал он просить солнцеву сестру, чтоб отпустила его, добро молодца, на родину понаведаться. Она его не пускает, а он ее упрашивает. Наконец упросил таки, отпустила его на родину понаведаться, и дала ему в дорогу щетку, гребенку, да два моложавых яблочка. Какой бы ни был стар человек, а съезд яблочка вмиг помолодеет. Приехал Иван-царевич к Вертогору. Всего одна гора осталась. Он взял свою щетку и бросил во чисто поле. Откуда ни взялись, вдруг выросли из земли высокие-высокие горы, верхушками в небо упираются, и сколько тут их, видимо-невидимо. Вертогор обрадовался и весело принялся за работу. Долго ли, коротко ли, приехал Иван-царевич к Вертодубу. Всего три дуба осталось. Он взял гребенку и кинул во чисто поле. Откуда что, вдруг зашумели, поднялись из земли густые дубовые леса. Дерево-дерево толще. Вертодуб обрадовался, благодарствовал царевичу и пошел столетние дубы выворачивать. Долго ли, коротко ли, приехал Иван-царевич к старухам. Дал им по яблочку, они съели, вмиг помолодели и подарили ему платочек. Как махнешь платочком, станет позади целое озеро. Приезжает Иван-царевич домой. Сестра выбежала, встретила его, приголубила. Сядь, говорит, братец, поиграй на гуслях, а я пойду обед приготовлю. Царевич сел и бренчит на гуслях. Выполз из норы мышонок и говорит ему человеческим голосом. Спасайся, царевич, беги скорей, твоя сестра ушла зубы точить. Иван-царевич вышел из горницы, сел на коня и поскакал назад. А мышонок по струнам бегает, гусли бренчат, а сестра и не ведает, что братец ушел. Наточила зубы, бросилась в горницу глядь. Нет ни души, только мышонок в нору скользнул. Разозлилась ведьма, так и скрипит зубами и пустилась в погоню. Иван-царевич услыхал шум, оглянулся, вот-вот нагонит сестра, махнул платочком и стало глубокое озеро. Пока ведьма переплывала озеро, Иван-царевич далеко уехал. Понеслась она еще быстрей, вот уж близко. Вертодуб угадал, что царевич от сестры спасается и давай вырывать дубы да валить на дорогу. Целую гору накидал. Нет ведьми проходу. Стала она путь прочищать. Грызла-грызла, на силу продралась. А Иван-царевич уж далеко. Бросилась догонять. Гнала-гнала еще немножко и уйти нельзя. Вертогор увидал ведьму, ухватился за самую высокую гору и повернул ее как раз на дорогу, а на ту гору поставил другую. Пока ведьма карабкалась, долезла, Иван-царевич ехал, доехал и далеко очутился. Перебралась ведьма через горы и опять погнала за братом. Завидела его и говорит, теперь не уйдешь от меня. Вот близко, вот нагонит. В то самое время поскакал Иван-царевич к теребам Солнцевой сестры и закричал. Солнце, Солнце, отвори оконце. Солнцева сестра отворила окно и царевич вскочил в него вместе с конем. Ведьма стала просить, чтоб ей выдали брата головою. Солнцева сестра ее не послушала и не выдала. Тогда говорит ведьма. Пусть Иван-царевич идет со мной на весы, кто кого перевесит. Если я перевешу, так я его съем, а если он перевесит, пусть меня убивает. Пошли. Сперва сел на весы Иван-царевич, а потом и ведьма полезла. Только ступила ногой, так Иван-царевича вверх и подбросила. Да с такой силой, что он прямо попал к Солнцевой сестре в терема. А ведьма-змея осталась на земле. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Иван-царевич. 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 Иван-царевич.